На написание этого ролика нас подтолкнуло расхожее мнение, что попадание в снаряженную гранату пули или осколков приводит к его взрыву. То есть если боец на своем снаряжении носит снаряженные гранаты, он смертельно рискует. Смотрим. Проведем маленький эксперимент. Возьмем три гранаты. РГД-5, РГН и РГО. И одну шашку тратила 200 грамм. Будем стрелять по ним из автомата 5.45 с дистанции 50 метров. Посмотрим заведет ли с какого попадания. Первый заход граната РГД-5. Так, что видим? Гранату сбила, граната разрушена. Прямое попадание. Попадание четко напротив. Напротив запала, но вышло вот это выходное отверстие. Входное. Через выходное наблюдаем. Не задело запал. И все по красоте. Сейчас попробуем открутить. Запал целый вообще. Запал целый. Взрыва не произошло. То есть взрыв может произойти, если попадет вот в эту часть. В гранате вставлен запал и в нижнюю часть, где находится взрывчатого вещества, инициирующая. Механическое воздействие на эту часть приводит к взрыву. А просто прострел гранаты. Граната целая. Вот эту гранату простреленную мы теперь что просто уничтожаем. Усики отогнули. Кольцо высунули. Галетико. И делаем отсечку красиво. Так, теперь граната РГН у нас. Будем пробовать. Дистанция 30 метров. Так, по факту у нас получается был подрыв, но завелась не вся граната. Вот нижняя часть ее отбила. Вот она попадание идет пули. Так, смотрим. Вот камера сфокусируется. При попадании пули произошло нештатное срабатывание запала УДЗ. Но взрыв разбил гранату. Детонации гранаты не произошло. Теперь у нас оборонительная граната РГО с запалом УДЗ. Ударно-дистанционный запал. Посмотрим, как она сработает. Дистанция 30 метров. И мы решили обезопасить себя. Меры безопасности никто не отменял. Взяли очки противоосколочные от комплекта РАДНИК и шлем. Граната РГО. Боже мой! Не взорвалось. Только надеюсь. Пойдем. Ну, что произошло? Получается, гранату разбило. Вот оно попадание в гранату. Видим мы, да? Получается, внешнюю рубашку разбило. Пуля вошла, разбило. Вот кусок внешней рубашки. Детонатор целый. Куда запал вкручивается, УДЗ. Все целое. В результате поисков нашли мы нижнюю часть от гранаты РГО. Вот пуля. Пуля зашла. Или мне? Отбила ее. Это внешняя часть нашли мы. Внешнюю часть. Вот внутренняя. Посмотрим, заведет остатки взрывчатого вещества или нет. Оборонительный. Красота. Автомат 5.45. 10 метров. Но мы не боимся, что он взорвется. Стреляет оператор АК-200. И снайпер Блока. Снайпера не верим. Огонь. Ну что мы видим? Не взорвалась шашка. Раскидала ее. Раскидала. Для тех, кто боялся. Не взрывается шашка от попадания. Хоть чем, блин. В результате дебатов решили провести еще один эксперимент. Шашка 400 грамм. И сюда будем стрелять с ГМ-94. Гранатомета 43-х миллиметрового термобарической гранатой. Так, дистанция 15 метров. ГМ-термобарический боеприпас. У нас шашка 400 грамм. Огонь. Не завелось. Что если это усой? Смотрим. Смотрим результат. Чтобы было объективно. Ну, вот оно попадание. Вот здесь похоронен тротил. Как вы смогли убедиться. Попадание пули или осколков снаряженного граната не приводит к ее взрыву. В конце ролика мы выложим материалы, на которых боец попал в зону разлета осколков 122-х миллиметрового артиллерийского снаряда. Граната на его снаряжение была разрушена, но не взорвалась. Боец был ранен, но остался жив. Думайте и делайте выводы. Дядь. Я лежу на хирургическом столе пластом Два ранения огнестрельных в теле молодом Голова прострелена контрольным выстрелом Уже светает Опознали родственники, близкие друзья Труп остывшись номерком на пальце, это я И жена в истерике беременна она Вот так бывает